И для начала давайте поговорим о том, что значит упавший, что значит падение, что значит серьезный проступок. Ирвин Лютцер написал такие слова. «Я убежден, что некоторые ошибки свойственны всем нам. И когда Христос умер, Бог даровал нам благодать для того, чтобы преодолеть любую ситуацию, опасность заключается не в том, что мы падаем, потому что все так или иначе когда-то падают. Опасность в том, что мы падаем и остаемся лежать. Вот это и есть основная проблема. Мы, современные христиане, особенно христианские лидеры, падаем и не встаем. Я знаю, лично знаю, что наше поле битвы заполнено упавшими солдатами. Люди идут на битву ради Господа. Они падают и лежат на земле. Никто не помогает им встать. Их мучает чувство вины, их мучает стыд за то, что они наделали. И они уже не верят, что Бог их может простить. И сатана приходит и подтверждает им это чувство. Иногда подтверждает через людей, через других христиан. Да не вставай ты, лежи дальше. Вот в этом заключается, по-моему, одна из величайших трагедий современного христианства. Это раненые воины, которые не получили исцеления, которые не могут больше участвовать в битве. Просто потому, что Божий народ, Божия Церковь, не использует истину Божьего Слова, чтобы по благодати восстановить их и снова привести их в служение. Так что необходимо, крайне необходимо, чтобы Церкви научились и духовной дисциплине, и духовному восстановлению. Я думаю, что со временем это нужно будет все больше и больше. Уже сейчас это нужда, эта потребность есть. Я вижу, беседуя с разными лидерами в разных странах, что это так. Просто по природе своего служения я вижу, что это так. Я понимаю, что это нужда все больше. Почти каждый день я слышу одно и то же. И в Соединенных Штатах. И я понимаю, что в Соединенных Штатах полторы тысячи пасторов в месяц уходят из служения. Не только, конечно, по причинам нравственного падения или морального падения, но по разным причинам. В данном случае это даже не важно. Важно, что Церковь не знает, что с этим делать. Приведу вам два примера, которые помогут вам понять, о чем идет речь. Вот один пример. В этом случае не проявила Церковь благодать. В другом случае и истинную благодать Церковь проявила, и человек был восстановлен. Первого человека зовут Джо, второго – Бекки. Они пошли разными путями. Джо пришел ко Христу в подростковом возрасте. Он любил Господа. У него была замечательная жена, христианка. Он готовился к служению. Он был сотрудником одной очень большой церкви, мега-церкви. Более того, он был пастором-администратором в этой церкви. Его задача была в том, чтобы действительно вести повседневные дела церкви, администрацию церкви. И все шло хорошо. Церковь росла, было все круто. И с деньгами все было в порядке. И Джо был рад. Жизнь хороша, жить хорошо, все здорово. Но была у него одна проблема. Ему не нравилось, как ему платили. Да, у церкви были деньги, но, как ему казалось, ему мало платят. Он обратился к руководству и попросил повысить ему зарплату. Он несколько раз просил о повышении зарплаты и получал отказ. И вот Джо стал оправдывать себя и рационализировать. Он говорит, но ведь благодаря мне все это в церкви работает. я администрирую церковь, я знаю, какое у нас финансовое состояние, у нас все в порядке с деньгами, я знаю, сколько часов я отрабатываю, и я знаю, что мне за это не доплачивают. И поскольку он был пастором, администратором, он знал, как идут финансовые потоки, он выработал схему, выработал способ вывести часть денег для себя в дополнение к своей зарплате. Он оправдывался тем, что ему мало платят. Через какое-то время об этой схеме узнал бухгалтер церкви. Собрались руководители, пресс-фитеры, пасторы церкви, и этого человека там буквально разнесли. Ему сказали, Джо, мы тебе доверяли, мы считали тебя благочестивым человеком, ты вел себя благочестиво, а вот потом, теперь ты нарушил наше доверие, ты обманул нас, и чтобы больше ноги твоей здесь, в этой церкви, не было. Давай, уходи отсюда, чтобы больше тебя здесь не было. Джо вышел из кабинета, и у него просто перед глазами все крутилось, он не знал, как теперь признаться жене в том, что произошло. Он стал чувствовать угрызение совести, ему стало стыдно, той ночи он не спал, он просто лежал и думал, да, я ведь все погубил, как мне теперь это объяснить семье, что я скажу. На следующее утро он набрался смелости и рассказал жене о том, что произошло. Она сказала, я буду с тобой, я буду поддерживать тебя, разберемся во всем вместе. Следующие несколько дней Джо провел в покаянии, в исповеди, в исповедании, в молитве. Он просил Бога о помощи, просил Бога, чтобы разобраться во всем этом. И вот через несколько дней он позвонил в церковь и попросил о еще одной встрече с советом, с братским советом. Он говорит, я не хочу ничего, я просто хочу признаться перед братским советом во всем, что я сделал. и я готов вернуть все деньги церкви. И председатель братского совета церкви сказал, нет, мы не хотим с вами встречаться, мы больше не хотим ничего общего с вами иметь, до свидания. И все. И повесил трубку. Джо был буквально в шоке. И Джо, и его жена, Алиса, они не знали, что делать, не знали, как поступать. какое-то время они не ходили в церковь, ходили по разным церквям, им было тяжело, но никто им не бродянул руку, никто не проявил к ним благодать Божия. И более того, прошло много лет в таком состоянии, пока, наконец, они не вернулись в общение с Богом через людей, исполненных Божьей благодатью. Но церковь, из которой они ушли, также далеко не процветала. Конечно, они проповедовали о благодати, они пели о благодати, они говорили о благодати, но они не сумели проявить благодать к падшему брату. И в этой церкви количество прихожан стало сокращаться, и действительно, это не было уже служением во славу Божию. Кстати, церквей в таком состоянии немало. Еще одна судьба. Судьба Бекки. В случае Джо благодать никто не проявил. В случае Бекки благодать проявили, и результат был совершенно другим. Бекки и ее муж Марк активно участвовали в служении церкви. Назовем ее, например, первой такой-то и такой-то церкви города такого-то и такого-то. Они занимались в воскресной школе, они были в малой группе, вели малую группу, помогали в церкви и так далее. Но у Марка было много работы. Он был владельцем компьютерной фирмы, и он мало времени проводил с женой, с семьей. Она чувствовала, что ей не уделяют время. У нее были все дети, дети, а потом по вечерам она начала, скажем так, выходить в свет. И вот как-то она сказала мужу о том, что уходит от него и от детей и будет жить с другой женщиной, которая стала ее подругой. Представьте себе, каким шоком это было для Марка и для всей церкви. Мало сказать шоком, они пытались связаться с ней, как-то говорить с ней. она не шла на контакт. Пастор ей звонил, пытался проявить к ней любовь и благодать и милость. Она не соглашалась. Церковь молилась за нее. Муж за нее молился. Дети о ней молились. Проходили месяцы. И вот как-то она позвонила мужу и говорит, я наделала глупостей. Не представляю сама, что я наделала. Слушай, ты можешь вообще хоть как-то меня простить. И муж проявил к ней благодать и говорит, нам нужно переговорить с пастором. Она говорит, нет, я не хочу разговаривать с пастором. Они меня не захотят видеть после всего, что я натворила. У нее был стыд и угрызение совести, но он все-таки уговорил ее пойти к пастору. Они пришли к пастору, они ждали этой встречи. И она думала, как он отреагирует, что он скажет, что он сделает. Может быть, он меня просто тут рассечет словами за то, что я сделала. вот они входят к пастору в кабинет. Пастор ей говорит, Бекки, добро пожаловать домой. И обнял ее. И говорит, Бекки, если ты действительно готова покаяться, то мы готовы тебя принять. Мы хотим, чтобы ты вернулась в общение и с Марком, и с церковью. Церковь проявила к ней благодать, и она была полностью восстановлена. Их брак стал глубже, их брак стал куда более здоровым, и церковь действительно проявила благодать. Церковь понимала, что такое настоящая благодать, и Божие благословение было на этой церкви, и церковь начала расти и процветать. Не потому, что они закрывали глаза на грех, не потому, что они учили дешевую благодать, нет, подобного. Они, кстати говоря, ее даже отлучили от церкви, когда она отказывалась, первоначально отказывалась с ними разговаривать. То есть, какое-то время она была отлучена от церкви. Но, как только она покаялась, как только было вот это сломленное сердце, как только было это смирение, они приняли ее, они буквально омыли ее благодатью Божьей, и она исцелилась, и брак их исцелился. Бог благословил эту церковь, и церковь эта стала безопасной гаванью, где не только поют или говорят или проповедуют о благодати, но где проявляют благодать на практике, при этом не идя на компромисс с Божьей истиной. благодать и истина вместе. Вот это очень важно, найти этот баланс. ТВ-семинари благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Субтитры создавал DimaTorzok